земной пейзаж, то есть он не любит, вот это вот его просто раздражает земные пейзажи в аквариуме. Типа работа Баудина, вот это лес. Лес интересная работа, значит тут две задачи, которые вообще, ну как Костя ставит в себя две задачи. Это максимально показать объем аквариума, вот, то есть на фотографии, фотография плоская и с помощью перспективы разных, не перспективы, нет перспективы у нас. Плоская фотография, просто плоская, с помощью создания иллюзии перспективы, вот эти вот стволы, которые уходят далеко. Почеренко не, ну, мы говорили, ну так, то есть, да, работа прикольная именно в том плане, что у нее безумная перспектива. У тебя здесь нету ее леса? Леса? Леса нету, ну, можно открыть. У нее безумная перспектива, вот. Повторяющие все вот этих элементов. Да, но при этом она абсолютно вот земная, ну, то есть, какая-то... И второе еще, что Почеренко не любит, как бы, он не очень любит работы Митрича. То есть, у них, как бы, такое... Когнитивный диссионант возникает. Да, там, у них разные стили. То есть, Почеренко никогда не делает... То есть, он делает аквариум в общем, а Митрич очень много деталей, делает много деталей, уделяет много времени именно деталям. Вот. И вот из-за этого у него, у них, как бы... Ну, вот мне просто Митрич, он ближе, надо сказать. Митрич ближе? И дальше я певю, что это не мое. Наверное, поэтому я делала и что-то внутри, и поэтому... Посмотрите, у работ всегда есть уход в бесконечность. То есть, такое ощущение, что вот за работой еще что-то есть. Да. Вот это его, вот это вот... Нету вот у Митрича все, вот работа заканчивается, ну, и как бы... И есть что-то, но не так явственно. Но не так явственно, да. Не так явственно, а у него действительно вот, когда... То есть, кажется, что... Голден, Голден, Голден есть, да. Как бы вот холм, а за холмом там еще должно быть продолжение. И это все его работа, все вот это вот атмосфера. Я хочу вот насчет этого уточнить, что сам вот этот вот... Мы же Ужика слушали, да, безумно интересные лекции. Каждая картина отображает какие-то проблемы и как бы чаяния автора, да. То есть, вот лично я знаю, что уход-бесконечность, это некое такое... Ну, он не видит цели, то есть впереди. Вот это. А как бы... А вот Митрича психологически... Потому что вот эти все работы, когда условно говоря, они отталкиваются от классики, то есть задний фон, передний, передний фон... Нет, в этих работах есть атмосфера. Есть атмосфера. То есть, это... Работа сама по себе не плоская, но при этом она не состоит из мелких деталей. То есть, все довольно-таки крупными мазками. То есть, Кучеренко никогда не прорабатывает детали. Он из голландцев, мне кажется, вырос. Он не из голландцев, он более амановец, чем Митрич. А-а-а... Митрич не делает амановские аквариумы. То есть... Ранее Амана как раз амановсками работал, да. А и сейчас он работает. Вот амановские аквариумы. Нигде нету четкого... То есть, всегда есть... Значит, Митрич идет дальше, просто. Митрич идет... Сторону какого стиля? Это другой стиль, тайваньский стиль. Да, когда... Тайваньский. Тайваньский стиль, да. Не совсем тайваньский. Не совсем тайваньский стиль, да. Амана делает работу, так как Кучеренко. У них работают мазками. Они крупными, такими мазками, и все. А дальше додумываешь все, что хочет. Ну, то есть, а у меня как бы... Наник был очень земной. Наник был земной, и... Нагромождение верхних растений, плюс к этому темное пятно. Но это вот по фотке. Что там в реальности он увидел, это тяжело. А, фотка лучше, чем был как бы сам аквариум, мое мнение. Смотря чья фотка. Смотря чья фотка, да. Согласна. Средины фотки. Понятно. Но, скажу сразу, идея у меня была. Именно она вот была основана на этой темной дыре. То есть, у меня, как сказал, этот... К аквариуму одну вещь. Ты говоришь, не боишься, что люди, которые немножко... У которых страхи, вот, они твою эту черную дыру не воспримут. Я говорю, нет, говорю, это была такая задумка. Он говорит, ну, понимаешь, там хотя бы намек дай какой-то внутри этой черной дыры на какое-то продолжение, на какое-то содержание. Я сказала, ну, и говорю, извини, говорю, все уже оформлено, все уже засыпано. Я уже не могу ничего сделать. На фотках на некоторых, конечно, намеки эти имеются. Там как бы не четкая черная дыра, конечно, такие какие-то, может быть, вкрапления рельефа, может быть, попали там вот эти снежинки, которые я засыпала. Но смысл был как раз в черной дыре. Как бы если я это донесла до людей, я очень довольна. Потому что я хотела этого, и я хотела... Значит, черная дыра не в том месте. Ну, может быть. Есть, есть всегда, то есть, опять же, у Кучеренко строгое правило. Посмотрите на него работы. У него четко две третих, всегда. Притягивающее место, притягивающее место, это две третих композиции. Это может быть, как бы, что умение. То есть он вот это вот, вот это вот, вот он прям, вот, то есть у него по главному сечению идет. То есть у него, у него всегда есть четко, куда сфокусируется взгляд. Ну, или он хочет, чтобы этот взгляд был сфокусирован. Он расставляет свет именно таким... Кубики ты так не сделаешь. Там просто другие пропорции совершенно. Возможно. Кубик, да, он, к сожалению, мне, во-первых, не хотелось, чтобы у меня был совершенно голый верх, например, да. То есть, что, например, чем погрешил, например, четвертое место. А надо было делать что-то типа этого, Эля Харриса. Но однозначно... Ну, вот, опять же, я, в принципе... То есть вот, как на второй работе... Я бы вообще Леснерию хотела. Вот, как на второй работе. В Леснере слишком громоздкая для Нани, как вы, опять же, накалываетесь на то же... На, ну, вот, как у Жени. Она же притащила, как вот, мне кажется, кучок, очень красивый. Это... Сейчас скажу, какая номер, Дуленка? Не помнишь номер? Ясно. Пятое. Не знаешь, не помнишь пятую? А у меня есть. Женя, там... Я все скопировал, чтобы не лазить в интернете. Вот такого типа, как бы, мне хотелось... То есть они такие нежные, тонкие. Понятно, что они не толстые. Ну, как бы, не было. Ну, ладно. Вот Илья Харрис. Вот он хорошо сыграл на Илья Харрисе. Да, ну, смотри, какая здесь диспропорция совершенно дикая. Вот здесь, да. Отлетающее дерево куда-то хрен знает куда. Вот оно совершенно огромное по сравнению с земным вот этим пейзажем. И вот, кстати, Зоркин поставил 70 баллов на четвертое место. Я уверена, что из-за этого. Вот он судил, кстати, очень... Я поняла, как он судил. Он выделил работы, как бы, профи 4 и остальные любительские. И судил их по-разному. Ну, вот, значит, чтобы посадить за Илья Харрисе, чтобы кто-то не хваляет за ним. Да. Там были ветки у него, старые. Это Харриске, я поневетел его. А сейчас их нету. И вот получается безумная диспропорция. И мне не нравится. Там вот работа. За Илья Харрисом на месте фильтра, да, значит, стоял несколько таких вот тоненьких веток подобных. Вот, и вот здесь сбоку. То есть пришел Паша из Сережной работы. Выкинул. Говорит, вот так, давай. Ну, вот, и поршу к брату работу. То есть, видно же, что нужно сюда. Ну, не знаю, мне так кажется. Может быть, я не права. Нужна, нужна. Я начинающий ни в коем случае, ну, ну, просто вот, как бы, ламер, ламер. Совершеннейший, ну, вот. Как бы, а у меня или Ахаррис? А не было такого длинного, чтобы влезло вот в зал мне, чтобы он влезло. Ну, при этом, при всем, Кучеренко поставил, вот оно, ровно две трети. Ну, да. Вот это вот притягивается взгляд, пропорция соблюдена. Нет вот этого бардачности наверху, да. То есть, да, дерево, ну, здесь сложную. Тут диагональ такая. Диагональ, во-первых, диагональ, во-вторых, вот эта верхняя ветка, которая, на взгляд, притягивается. Да, она, поэтому, может быть, и не первое место. Было, может быть, и первое. Здесь тоже абсолютно идеальнейшая пропорция, две третьих. Ну, да, две-третьих в каком месте? То есть, вот она, вот она. Нет, а рассматриваем какую часть? Ну, вот, вот точка притяжения, да, вот это вот точка притяжения. Да, черная дыра, да. Точка притяжения, вот она, она. Вот по Костиной, где дальше. Где точка притяжения? Ушла, все. Да, то есть, она в центре, она ушла, она уже не... Вот это вот очень интересная работа, кстати. Да, 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 да. Хорошая у него работа. Передний план-то работает, и все. То есть, здесь есть передний план шикарный, зад, нету, Костя минус поставил. Поставил здесь, нету переднего плата, зад, зато шикарно. А здесь тоже, можно сказать, две трети, если вот. Здесь тоже шикарно, вот она, она, вот точка притяжения. И смотрите, сразу глубина как появляется. То есть, что интересно здесь, вы сделал все с точкой притяжения с этой стороны, а у меня почему-то с этой, я почему-то играю на этой стороне обычно. А в принципе, у Амана всегда две трети должно быть с этой стороны. Да, с этой стороны. С этой стороны. А золотой сечение? Золотой сечение, да. Золотой сечение может быть и так, и сято. А дре же может быть считается даже. Да, они две. По Амана, по Амана вообще, насколько я буду говорить, насколько я помню, у него расчерчивает, расчерчивается сеточка, да? И точка притяжения должно быть две. Вот это вот и вот это. То есть, начало композиции, взгляд должен идти от начала композиции к диагонали. Поэтому и у Кости, то есть вот в Костеных работах хорошо это прослеживается, у него как бы две точки. Вот начало композиции и взгляд должен уходить в это. Слушайте, а почему же у меня все время желание расположить ее с другой стороны? Это вешал? Нет. Нет, это на самом деле нормально. Можно располагать с одной стороны, можно с другой. На самом деле точек золотого сечения, по-моему, 8 в 8. Потому что не может быть и работа одинаковая, да? Меня тянет в эту точку. Да, но у Амана говорит, что там как бы золотых сечений там много. То есть, ну это стандартно, две трети, да, а там есть какая-то, ну что-то там 4 в 18 или что-то там. Это Амана говорит. Да, у него есть какая-то схема там 4 в 18 или там 5 в 18, которые типа вот кто мне показывает. Это он, типа когда показывал мастер-класс, есть работа. Вот это две скалы Ивагуми он ставил, две скалы рядышком. Вот он вроде бы как по вот этой вот схеме 5 в 18 что-то делал. Это типа слишком сложно для новичков. Ну понятно, у этого самого, у Полищука в этот разный мастер-классе было два камня вместе. Стояли только еще между ними, щель расщелена. Честно говоря, как-то что-то бежала я мимо этой работы, на нее я и сам. И я бегу, и я вижу, что меня чикает, что здесь не так должно стоять почему-то. Не видел Полищука вот на мастер-классе? Видел. Я видел. Но я опять же фотографии видел, поэтому тяжело. Ну вот почему-то мне не согласна с этой работой. Плещук есть, то есть вот работает Плещук. Красиво все, но вот мне не нравится. Вот у него тоже, как и у Кучеренко, то есть у них безумно красивые фотографии. И вот эта вот атмосфера всегда есть. Вот эта вот атмосфера. Вот, кстати, надо было. Вот этого Элиснерия нано. Ну вот я, в общем-то... Она для... это большой аквариум. Ну да. Для Мнаника там она бы не смотрелась. Надо было Элиофарис играть какой-нибудь. Ну вот Элиофарис был средненький какой-то там. Средненький. Короче, в следующий раз, наверное, на конкурс надо будет воспитать Олега в плане длинности бельки. Потому что я ему долго... Мел... мелкой длинности бельки, да. Долго воспитывала его по поводу красной травы. Говорила, что давай, давай. Он мне когда принес такой... Я говорю, так смотрю. Знаешь, Олег, я передумала. Он говорит, you beauty. Это все для тебя. Короче, еще несколько пачек красной травы. Ну ладно. В общем, самое интересное, что вот трава была сухая. Я-то ждала аркваты. Она сухая, зеленая. А арквата в сухой форме, да. Она, во-первых, вот таким... Да, да. Она зеленая. Здравствуйте. Ну здравствуйте. Не, все хорошо. Нарву попользовал. Все было классно. Но... Красная трава. Вот не вот... Это точно там было добро. Вот... Вот опять у Амана, да. Вот этот вот взгляд, вот как он... И папоротники он так любит расставлять. Типа вот отсюда у нас взгляд должен скользить сюда. И там, ну... Где у него точка вот этого. Ну да, вот так вот взгляд скользит. Ну понятно. Направление, короче... Да. Балбитис, по-моему, любимое растение? У меня это для... У Амана? У Амана, Балбитис? Нет. Почему не любимое? Кстати... У Амана есть? Фантиналис, как и заблотное. Нет, нет. Он вообще... Бог-бог... Нет, он берет... Берет, берет, берет... Фантиналис. Тинарис, да. Обычный самый. То есть папоротники, гласостигма, обычный Экинодорус, тенелис. То есть он, кстати, травы-то особо не заморачивается. ну я помню писал в книжке по поводу то есть у краски довольно таки стандартные то есть мог он мог неважно как бы то есть там не изгаляется особо она красный у него аркуата и кстати очень много металлу использует роталу круглолист который показал родим дефолия чё нормально или и людвиги он спорю двиге кстати всегда любви гилл я олега пытал насчет эти красных любили растечек ну конечно это все до конный мирок другие а там лежали там не совсем-то лежала не совсем я ходил до искал короче на джибельевский конкурсе там в тропика поставляла в общем как бы нам пришли что как изгалится хорскейпы все оформлены а растений ты нету и короче мы такие бродим где-то до вечера мы бродили они там попки типа стоят ладно но на джибельевский конкурс уже привезли что-то вот мы там бродили искали себя что-то потребное и вот все что потребное было то мы вышли там это небось оттуда пришла это я смотрю много то оформлял с пузырчаткой это нет это знаешь привезли дэнерлевскую добро регулярия была да народ похватал конечно она была ну а это и самая идеальная для быстрого стыкания дырок нет хорошо все все вообще замечательно было идеально да но растению много было ну то есть если всем хватило утыкать вот длинности белька в принципе можно было бы вот у меня она есть она и есть иначе надо было ниже резать почему она так высоко суши держишь поднимали даже чтобы легло как-то вот в том аквариуме на тот момент вот это живу вот это вот шоу бликса сидит давно должна быть бликса бликса почему не взять ее было вот потому что у меня как бы пещера вот это вот ажи его на нависание сверху да она была выше чем и потом понимаешь мне прийти ла именно то как бы что вот одна из последних работ десятые посмотрите и получилось что вот это вот давящая масса сверху которая открывает ну по-хорошему аквариум хочется вот так вот отрезать и все вот это вот тут ну не то и вот так вот я хочу сказать что людям которые как бы далеке от всех подобных разговоров а просто вот любители они были в москве на и писем я хочу сказать что и вот подключен далеким от всех как быть больше понравился верен аквариум то есть они его сразу поставили на первое место но при этом она вполне возможно что он живу это и по-другому смотрит а то есть он на фотографии а на фотографии он будет смотреться именно так потому что у нас верхний свет я знаю что написал вчера обнаружил это ягод ставил эту работу на третье место точку точка заслуженно то есть но как бы никто не агрументировать понимаешь как бы как задумано было я рассматривала кое-какие акваскейперские работы я заметила что вот это мотив пещеры до черную уходящую туда он иногда привлекательно смотрится то есть у меня было несколько вариантов да я и не что эти перебил да у меня было несколько вариантов вот воплощение на вот этого или идеи вот это вот пещеры да вот и не такое ощущение что сама вот этот уход в темноту он может быть и негативно и позитивно восприниматься сознанием людей то есть получается что это игра на вот этом подсознательном то есть я как бы хотел бы поплатить эту игру на подсознательность да и она у меня как бы видимо случилось в чем-то вполне возможно но мне не хватает еще конечно мастерства ну естественно вполне возможно что это и правильно но верх не нужно вверх вот такого вот дела то есть вот этот вот перегруз по верху то есть который абсолютно плоский маяку маяку надо было немножечко покороче ниже сделать я бы сказала а вот в живую не было такого ощущения она она так стелилась по веткам вот эти как на кусочек вырезанных на квадрат вырезанными по поводу черного пятна если как просто на квадрат вырезанные условно говоря какого-то коряжника и прочего смотреть отдельно не никак не в общем они маленькие смысла вообще нет ну мы туда смотрим всю композицию с лампой с сверху может быть людям так и не понравилось в общем как лифа работаю знаете ну знаете откуда переперта это гориву это гориву переперта в гориву но только в этом дура гребаном объеме потому что у гориву там разгуляй разгуляй вы там еще чуть-чуть потому что у клифа работают которая у него вот этот камень огромный черный в середине прямо не помню доминирующий и так сделано то есть вот все все практически то же самое все вот это вот черный камень огромный я вообще вначале хотела просто тупо взять знаете что помните на биатопе были синие камни жесткие вот эти жуть этот синие на биатуре прицепились к растениям мне ветер не понравилось это извините сейчас скажу а про это сейчас одну вещь а юнчицу не понравился папоротник он сказал что там вода поскольку вода становится соленой ну да там за то же в промилле папоротника там быть не должно и вот например там же там же не только блин он конечно там тусовался еще был он там юнчицу не понравился папоротник на всех не угодишь короче короче они никто не знает что бухта фраму есть я это в блогерах нашла вообще малайзийских этих они они не один из них не подозревают о том что бухты есть вот это просто на стоке рек на стоке реки на стоке реки это правда очень долго ходил и мучился у нас в аквариуме вообще не отходил очень долго он короче был другой страны озеро большое он биатоп изучал со стороны болото он и пишет ягод в болоте биатоп потому что мне хотелось чтобы красиво было я не хотела делать болото которые бухи показывает я все понятно не я не буду спорить нормально пятое место в мил за дерзость потому что я с мастером но в малайзийских блогах есть у них достопримечательность а ямару они там едут откуда-то из этого саронга или откуда и короче там есть очень красивые в токе как бы там же все рифтовое там в основном воды по подземные они они дойдут и там куча рыбы вот этой сей но надо было взять один готов а у меня переходный получился конечно жесткость разная жесткость с одной стороны одна же с другой стороны другая потому что с одной стороны болотистые территории она очень большое вот и как бы надо было делать но мне не нужна была победа понимаете я просто хотела чтобы было достойным не то что по мне то есть как бы и естественно он ходил бродил я его взяла в такой блин да я видел я моё чё это а фотография то идет как бы фотографии это там видно даже камни лежат искал камни не такие конечно не такие ну простите я олегу говорю дорогой все чемпионатом пожалуйста мне здесь некой по химиоцену давай предоставь мне его но естественно он не может мне пристать точно такие же естественно он там сказал что вы не таким нормальный я и даже не среагировал я знал что так и скажет да это все фигня сейчас о другом на самом деле взамен сейчас я перебил опять андреев я и он не может дам понятно они как и переехали они до сау они переехали с этой страны да так я врую причем самое интересное что на новом сайте нету это в интервью которого нет я искал вчера активно но нет но как бы он есть а в превьюшках я просто сейчас пару работ клиффа покажу запомните запомните их или потом я смотрел отсюда клиффа как раз когда мы беседовали про это в фейсбуке я как раз смотрелся дело клиффа ну мне он очень нравится вот тут колокос кейпу там галереи работают зачем вы меняли этот замечательный дизайнер и все прочее да я уже сюда тут вот как бы ну то есть не совсем те даже составе ребята которые в галере наверное сейчас надо будет накинуться возможно ну круто его и нет то есть получается что его исключили что ли из-за перекал да нет просто надо забить в поисковик просто в гугл да просто чему называет так стать вот это моя работа вот это вот до дистине до или фундейшн и достаня я вот уже дали я уже тоже запутаться вот он черный этот камень ужас но без него работа развалится а вот это вот огромнейший камень вот это вот черная дырка да но она да но она на таком месте то есть если вот этот камень удалить то работа просто разваливается то есть у нее нет вот связующим у меня почему-то всегда хворост ну вот это вот как раз то что не любит ужасно не любит омана да мелкая прорисовка детали то есть тайваньский стиль да вот это бабри форевер да 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 вот это вот да 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 я не помню что за какой классификация работы другое другое что ж такое было ну что же такое вот это вот работа еще но я хотел открыть а и помните вот она а у меня открывается вот что вот эту работу которая больше всего нравится да вот это вот он делал два года это видно то есть он делал ее два года мы видим что он это куча потрачена значит вот этот вот это тоже он долго делал и он много рассказывал как как он ее сделал вот и там у него хитрости просто вот уголь на выдохе хитра все можно делать то есть все все можно делать но аквариумы живые настоящие живые аквариум то есть и меня один не один день это очень-очень долгий аквариум вот вот этот вот так так по мелкие картинки то есть все помните все надо не знаю чем комменю к каменюке делал он тоже долго запомнила клан центра может меня все равно очень запомнили его работа значит давайте по аквариуму попробуем то есть все таки я наверно буду рассказывать о том как создать аквариум не не просто аквариум на один день аквариум который будет жить и долго жить то есть задача задача поставить поставить задачу не просто сделать аквариум и сфотографировать его а сделать аквариум который будет продолжительно продолжительно радовать хозяин тут вот с блехером совершенно не согласен по поводу сейчас пройдусь по блехеру в обратку ему если мы делаем аквариум для рыб то тогда выпустите рыб обратно свои реки им там лучше чем в ваших 100 литров приходила такая мысль куча хочет а хочется про блэхер сказал так если надо аквариум для рыб вы тогда забросайте переднее стекло корягами и поставьте его в темный угол рыбу будет там очень ну да да то есть если неволен когда приезжал посмотрите меня на стойке нижний аквариум темный смотрит боже мой и они там живут вот так в полной темноте ты знаешь там так хорошо он наверное не поверил смотришь что это это класс когда аквариум темный это когда аквариум темный когда света нету когда вода там вообще черная И она еще и кислая, то рыба махая. Ну, это для обмену биотопа. Ты рассказываешь, сейчас там про эту саму. Ты нам биотопчиком сейчас тут не рассказывай, пожалуйста, про юж новинка. Поэтому... Я помню, как дискусятники обступили, и каждое слово... Слушай, ну он там тусовался, он болотил, знаешь, полжизни ты хочешь тоже. После этого был корпоратив, ну что, куда его отвезли, у него жабры сохли, он подходит к стойке и хотел попить. Они его продолжали дальше терзать, ну чем кормить. И вот он рассказывает, они каждое слово ловят, он рассказывает, что нужно кормить тем кормом, который, значит, вот... Это как от Готе. Да, как вот выращивают рыбу, собственно, вот этим кормом и кормить. Они даже не переспрашивают, что нужно ли в течение жизни дискуссом с возрастом менять корм. Да-да-да, зачем? Видишь? Это какого года это? Да вот, вот, вот. Это в этом году было? Да-да-да. Как раз, когда он... Я наконец задаю вопрос, что может быть им когда нужно менять корм? А им эта идея даже не приходит, они настолько поглощены его рассказом, что... Не, ну они всё-всё понимают. Они готовы кормить хоть гвоздями. Если он скажет кормить. Понимаете? Насчёт Блехера. Не защищая и не хваля, скажу, это человек коммерции. Человек приезжает. Да. Копается о полжизни, он там вырос. В этом болоте. Он охотит там рыбу, он вывозит её на родину. Продает. И там её даже не продает, понимаешь? Он её адаптирует. И подгоняет её под продажи. Это имя, правильно. Это имя. Он должен на что-то жить. Он хороший рыбник, он отлично. Более того, не то, что рыбник, он как бы исследователь. То есть, все те манипуляции с рыбой, которые он производит там непосредственно в живой природе, вскрывает, смотрит желудок, места питания. Нет, ну это... Он всё это делает на те деньги, за которые он... Он откровенно говорит, это мой бизнес, журналы мой бизнес и так далее и так далее. Конечно. Ему надо оплачивать дом, жену и жилище и свои исследования. Были моменты, когда он приезжал на сферу и стоял один. Были плакаты и журналы, которые притягивали взор. А Блэхер знали её, извините. Ты и я, и мы с тобой. То есть, два человека. Даже и выделили в лицо-то никому. То же самое. Он должен содержать свою лабораторию, свои исследования. Поэтому два человека абсолютно противоположны. Это нормально. Это люди бизнеса. Его в лицо даже определенное время, вот несколько лет назад... Ну, потому что он настолько серые и темные, что... Он стоял и торговал, подходили. О, какая литература интересная. Заметили, извините, что перебиваю, по поводу белых вод. Да, что он сказал? Что в Амазонске белые воды не есть места обитания дискуссов. Никаким местом. Нету. Кому это пришло в голову? Он всё это изучил. Как бы человек там... Как бы... Это не белая вода, та же самая биотопная. Это не комфортная для рыбы вода. Самая комфортная для рыбы вода. Это прозрачная, либо тёмные воды, ну... Эфористик. Ну, да. Да, да. То есть, они, как бы, когда идут... Идёт... Ну, это да. Идёт смешение вот этих вод в определённый период. Там вот весна, там, когда у них бурлится. Вот. Как бы... И вода частично становится белая в местах обитания дискуссов. Они оттуда уходят. Потому что дискус, он в белой воде не видит врага. То есть, они спасаются коряги там... В свои обычные убежища, да? То есть, они уходят вообще из этих вод. По берегам забиваются где-то. Плюс ещё может сильно химический состав менять. И если химический состав меняется, то... Мы можем столкнуться с простою... То, что... То есть, если у нас вода меняется из щелочной в кислое, то там... Астматический шок. Астматический шок. В чём очень хороший? Ну, там... Поэтому... Вполне возможно, что рыба и уходит спокойно от... Вот это вот... Ну, вот я насчёт вот... Как бы он не упоминал насчёт изменений параметров, да? Вот таких существенных... Ну, я думаю, что они меняются. Может быть, может быть, да. Может, логично, по крайней мере. Как раз упоминал в своём... Да, даже фотографии показывал, где там две реки сливаются. Либо, кстати, очень хорошо, что переходят из мягкой вообще в жёсткую, а вот обратно. Нет. Да. И с жёсткой в мягкую она очень будет приходит. А из мягкой в жёсткую? Ну, да. В общем, да. В общем, да. В общем, фактор, что, да, не будем трогать ни Амана, ни давайте не будем трогать ни Амфира. Ну, ты обещал пройти. Это самое главное. То есть, Блейхер всё-таки рыбник, а Амана... Художник? Нет. Амана делает аквариумы, которые будут радовать взгляд. Ну, это не рыбные аквариумы. Рыба там... Ну, да. Это аквариумы для растений и аквариумы для рыб. Два разных направлений. Но это не значит, что рыбе там плохо. Рыба там неплохо, но там не всю рыбу посадишь. Там не всю рыбу посадишь. Там посадишь хороценку и всё. У него всё стандартный набор рыб идёт. Он журнал делал список хороценка, креветки, те самые аманки, ацинкерсы. И вот эти вот, как они там, сайки. Всё. У него стандартный набор рыб. То есть, у него там никакого разнообразия особого нет. А если ты хочешь держать рыбу, извини, давай тогда вот поплеху. Ну, да, да. Здесь, в общем-то, два подхода. В общем, они, на самом деле, не так уж не сочетаются. В том смысле, что ты можешь, если хочешь, удержать два аквариума. Можно держать два. А во-вторых, пожалуйста. Нет, давай сделай по Аману. Хочешь рыбу? Мы плавно таким образом Каде переходим. Когда-то на мирных самок посадил эти шикарные аквариумы. Тарасенка хвастутся сильно. Капут будет правильно. Но при этом рыбы не ограничены хороценкой. То есть, есть ботцы седьмунди, да. Есть эти... А ботцы седьмунди не копаются как один? Ботцы седьмунди. Мелкие, нет. Седьмунди не копают. Потом... Что у нас есть? Эти... Разборы огромные. Эти... Барбусы. Барбусы, которые... Не барбусы, а вишневые, а... Вишневые. Ну, вишневые, да. Да, наверное, единственные барбусы, которые... Как они с красной полосой. Что же барбусы? А-а-а... Денисоне. Денисоне, да. Она же огромная рыбина. Большая. Да, они большие. Они вот такие вот. Вот такие вот. Да, они в 500 литрах стоят вот такими вот. Я видел гибрид. Между акулием и Денисоне. Вот такие вот, ребята. У Кости, посмотрите, у него там... То есть у него вот эти аквариумы, это метр пятьдесят длина. Да, ну вот, посмотрите, что там рыбки. Ну, у этого... У... У Бакого Кости. У Кучеренко. У Кучеренко, да. У Кучеренко, да. У Кучеренко, да. У Кучеренко, да. Значит, что... Потом... В принципе, при большом желании можно содержать и дискуссов. А, отлично живут в аквариуме с растениями. Не портят траву. Ну, че. То есть они, милокатолично, занимаются своими делами. Вот. Эти... Скалярий. У Скалярий, да. Угу. Тоже. Ну, они могут поесть там челеганца, а некоторые виды, почему-то. А они, почему-то... Непонятно. Вообще, вообще, даже этот... Этот... Что... Храцинка... С красной мордой. Такая вот. Это... Родостомус. 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 Родостомус, чтобы в аквариуме натворить таких бед. Да. Да. У меня были. Не творили. То есть... В растительном аквариуме они... То есть у них... Случается какой-то... Песик. Они начинают мелкалистую траву просто... То есть они играются. Они мелкалистую траву просто общипывают. Да. В 600 литрах аквариуме они умудрились за пару дней его просто выкосить. Они его не ели, а все плавало сверху. Ага. Какой-то затык уровень бы случился с глазами. Затык. Так же затык может случиться... Я тоже такое слышал недавно. Какой-то тоже. Затык может случиться у этих... У... Саек. Ну это да. Это давно. Саек. Ну это да. Стандартный затык они если... То есть те сайки которые едят черные бороды, они с прекрасным успехом едят мохом спустнее. Да, да, да. Те сайки которые не едят черные бороды, они не трогают им. Да, да, да. Это еще Тома кстати выяснил. Поэтому когда... Я в Саек совершенно расчарован. Это старая история. Это еще наверное с 2006 года это уже было понятно. Костя значит не менял Саек постоянно. То есть он там где мог. То есть надо было почистить. Он Саек ловил. Значит пару Саек вычищали быстренько все. И пока они не приняли замок, он их выкидывал обратно. При этом они умеют учиться. То есть к тем сайкам достаточно посадить сай, которые ест бороду. Ага. Все учатся есть бороду и все нормально. И наоборот. Им и мох. Нет, а наоборот уже не отучить. Только вилки можно. Да вилки много чего можно. Ты ловил. Нет, просто... Сделать. Зверский способ. Учили ловить Саек. В аквариуме. Ну, с пистолитом. Ну, если ты их поймаешь, да. А то знаю я. Вилка. А, как это делать это то? Ну, так скажи. Ну, как? Ну, как три зубца наберешься. Как три зубца наберешься. Как три зубца бах ее и все. А, ну, это не... Ну, это... Ну, это... Здравствуйте. Это ловкость рукой. Это быстро. Нет, а я имею в виду, что... А по-другому. А я ловила Саек во-первых. Саек в нее не особо лезут. Она достаточно залезет, а она уже потом обходит. Вообще же это два сачка можно использовать. А? Два сачка. Можно поймать. Два сачка в растительном аквариуме очень четко. А я умею не зря... Вы хотите меня... Особенно когда вы там у тебя... Да, вы коляги там... Да, вы коляги там... ...оброщенную там... ...воколю, да, палочками для лица. Да. Ну, я пробовала, я сачки как бы растерял два сачка третий, наоборот, как бы вы выгонял. Мы как-то сая, да... Ловушки ставятся на сая... Саек очень умная рыба. В ловушку одна попалась, все, потом не попадут, не будут уже обходить стороной ловушки. Они прям... Слушайте, у меня так стоят окраусами было, да. Это, наверное, самая умная рыба. Стоят окраусы вначале набились в ловушку, сожрали все, что там лежит. Я их вынула, и больше у меня второй раз не прокатил этот способ, в принципе. Так вот, ген у нас тысяча, безизвестный гена, не саек, но стеатокранцев, тех же умных и хитрых, тоже шустрых. Он ловит ударной дозой холодной воды. Тоже зверский способ. Он заливает аквариум полностью, вообще... Ледяной водой. Понижает градус, да. Ну, какими-то... Как кивилизаторы идут, и все. Аааа... И, короче, они такие начинают вот так вот... Всплывать, он охотно. Нет, они не всплывают, они очень-то отмороженные становятся. Он их сразу раз, 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 сколько надо. Хороший способ, надо. Хороший способ. Хороший способ. Но это касается именно церквей. В принципе, как бы их уже и транспортировать бывает. Ну, на 15 градусов, что как бы они нормальные, ну, потом. Вот. Ну, ладно, отвлеклись. То, что я буду рассказывать, ну, то есть, это опыт, наверное, нас всех вместе. Вот. Тут, как бы, не только мой, это... То есть, опыт и Кучеренко, и Кипценко, и Митрича. И Терехова Сергея. То есть, это всем огромное спасибо за всё. И Сергея Аута. Все, наверное, по нику знают. А так, наверное, никто не знает. Вот. Начнём. Ну, самое главное, что для растений надо? Курс биологии. Питание и свет. То есть, самое главное, обеспечить растениям питание и свет. И тогда они будут расти. Значит, то есть, омановский картинка. Питание и свет – самая важная составляющая. Значит, ну, биотоп водных растений, то есть, в основном, это растения амфибии. То есть, все, наверное, знают. То есть, мало чисто растений, которые растут в воде. Истинно водных. Истинно водных. Истинно водных. Да. Только в воде. Это, наверное, я не знаю, только волеснерия, роголисники. Роголисник. Панагетон. Апанагетон, да. Вот. Ну, а в крипке… И цветут они все равно все. А крипты… Все болотные. Да. Апанагетон, да. Значит… Ротала… Ротала Ротундефоли, она тоже болотная, она лучше себя чувствует в болоте. Поэтому, значит, ну, специально… Ротала, да, то есть… Обычная ротала, вот болотная ее часть, вот водная ее часть. Амана – любитель. Сейчас у нее новые… Новые направления, это… И… Вернее, даже не новые, это довольно-таки старое направление. Он делает наборы, то есть они доступны для покупки в Японии. Такие шарики с травой, вот это вот их… Я не знаю, как это… Которые кидаешь в акваль… Нет. Вабикусы – это вот оно, да, вот это вот. А это шарики, выращиваются там в рожевее где-то, для быстрого оформления аквариума. Ты кидаешь, то есть… Просто аквариум, стекло, как стекло обычное. Заливают водой, кидают шарики, и из этого шарика вырастает там красивый аквариум. Кстати, в Японии это давно… До Амана, консервная банка открывалась… Нет, шарик живой, не в смысле, что это просто земля. А шарик, ну, на нем мог, там все есть. Укоренять не укореняется? То есть, в нем все уже заложено. То есть, сам шарик уже… Просто начинает разрастаться. Просто начинает разрастаться. Просто начинает разрастаться. Вот эти шарики. Вот они, вот так вот выглядят. Покупаешь шарики, накидал их в аквариум – все, у тебя аквариум готов. Вот. Значит, самое… Почему нам аквариумы нравятся? Потому, как растения в них должны быть красивыми. Если растения выживают, и они все в водорослях, то аквариум не будет никогда уже красивым. Что бы вы ни делали там, какой бы дизайн ни сотворили, растения, которые болеют, красоты аквариума не придадут. Поэтому, да, там, растения, да, вот на картинках, растения, которые выживают кое-как, растения, которые хорошо себя в аквариуме чувствуют. А если вот это становится на таком моменте, вот сейчас это тропическая колдопора? Бальба. Какая братья? Она снимает, все в том смысле, что ложится на… Ну, это как вата. Вата-образный такой. Как бороться? Да. Лучше с полуфидическим. Ну, почти нереально. Я, например, просто на насосе переводила, по-другому не ей получилась. Я не знаю, вот… То есть, такой дофорок там много. То есть, бывает, оно проходит сама собой, там, две-три недели. А, по-моему, она появляется только летом. Не знаю. Я не знаю. Я очень много. И даже… Куда… При перетирании отличается от других, при перетирании такой железистый запах. У меня она почему-то росла именно, вот, местно, как в одном месте. На коряке… Есть колдопоры с шариками, которые вот, ну, как мне, какие-то, где-то жесткие. Есть колдопоры, которые… Так она, как слизь, больше к слизи. Нет? Нет, она жесткая. Она, как… Бывает, где, условно говоря, таких жирных, больших… Я, честно говоря, даже вата-образный налет… Вата-образный налет… Но он такой довольно-таки жесткий, да? Типа… Нет, она начинает такими… Как бы… Веточка… Похоже на олени… Врок, но это красный волос. Вообще… Вообще, по-моему… Всего хорошо помогает Сайтекс. Сайтекс, но ее не убил. Сначала Сайтекс, а потом перегисели три лица. Не знаю… И свет не выключил. Вообще… Вообще, любая… Любая проблема с водорослями… Это… Проблема именно в балансе. Баланс свет, питание, температура. Нет, ну, когда вот аквариум чистый, и вдруг, я говорю, вот, в принципе, аквариум живет давно, он чистый, там ничего нет. И вдруг, вот, как бы, вот эта плодофора, причем местная, на определенной коряжке, с папортником растет, и ничего с ней не сделает. И выбрасывать целую коррекцию. Да, то есть, она вот появилась, она, в принципе, никуда больше не уходит. Но она здесь растет, и причем она настолько, она вот это, как вот, вендалов, вот это, как бы… И внутри она… Да, и она размером с него, в итоге, и, как бы, непонятно, как он растит. То есть, выбирать, затенять… Растение, кстати, очень хорошо выносит затенение, в отличие от… Очень, очень хорошо. То есть, Амана рекомендует закрыть аквариум на 3-5 дней. Вообще, просто… Три-пять дней, вообще, нет. Если ничего больше делать, то не затените. И даже, и, да, за три-пять дней не уйдет. И в том, что она… Останется. Она размножается и спорами, и… И половыми клетками. Это вообще такая жуть. Они все относятся к морским водорослям. Вот эти… Сифонокладовые, кажется. Сайдексом не пробовали? Сайдексом можно. Ее только прижать чуть-чуть. Можно сайдексом прямо… А потом берегись. Шприцом под нее попробовать, что будет. Ну, как бы, борьба с водорослями тяжелая. Но, в любом случае, водоросли возникают, ну… Либо от избытка питания… Избытка питания… Либо от сильной освещенности… То есть, дисбаланс. Освещенность, питание, температура… Понять почему… Может… То есть, надо посмотреть, что это за кулдафоры… Но… По-моему, вот кулдафоры… Отличаются тем, что… Они способны азот усылать… Не может быть такой дисбаланс с… Нитратами… Смотреть нитраты… Убрать нитраты… Либо добавить нитраты… То есть, всегда надо смотреть именно питание… Там… В аквариуме какой грунт? Ну… Точно… Эква… Незаиленный… Он… Достаточно заиленный… Не… Не мог он уже там… Закиснуть… Точно… Ну, там маленький слой… Там, в принципе, там, как бы, такое… Не, ну, как бы, я… То есть, я избавилась от нее… Я в итоге, я сушила… На западе более за помощью сайлица… Вот… Мне стало интересно, потому что сайлица не помог… Я обычно, как… Ванны… И не помню… То, что… То, что убивают… И убивают… И высшие растения… Вот… Я хотела сказать… То есть, об дозах, которые ее убьют… Собрет все остальное… То есть, сначала сайлиц… Немножко ее хребить… А потом… Опытным путем… Но только очень аккуратно… Перекись… Единственное средство… И не выключать свет… Пока… Ну… Тут, конечно, очень аккуратно… Иначе можно все сжечь… Смотрим… 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 Да… Это… Проблема… И… В основном… Вот эти проблемы… То есть, четкого ответа… Никто сказать не может… То есть… Бывает… Вот такое… Зацветет… То есть… Появятся водоросли… Вроде бы ничего не меняется… Да… А они ушли… Но… Как бы… То есть… Вот… Меня… Наверное… Все меня учили… Не надо бороться с водорослями… Надо просто… Не… Надо достигать… Хорошего роста… Создать нормальные условия… Да… И все… Водоросли… Они сами… То есть… Сами высшие растения… Задавят… Задавят… Да… Придавят… Кладофоры… Кладофоры сложные… Действительно… Гадская штука… А еще есть такая… Пузырчатка… Которая тоже… Высшее растение… Да… Мне пришлось… Просто уничтожить… Потому что… Зубной щеткой… Выбирается… И кладофоры… И пузырчатка… Это… Зверская штука… Выбирать… Просто… Она все равно… До конца не выбирается… Убирается пузырек… Да… Да… И промывание… В проточной воде… И все равно… Полезно… Полезно… Все равно… Через какое-то время… Она появляется… Да… Это вот… Это, по-моему… Еще большая беда… Ну, потому что… Она тоже… Высшая… Да… То есть, как бы… Либо ты убиваешь ее… Вместо шпоровой… Либо она остается… Да… Но при этом… Сайдекс… Однозначно… Замедляет ее рост… Сайдекс… Замедляет ее рост… Очень сильно… Замедляет… Пузырчатку… Замедляет рост… В десятки раз… То есть… Если… Ежедневно… Добавлять сайдекс… Там порядка… Двадцати миллилитров… На сто литров… То есть… Это сорок миллилитров… На… Ну… Стандартный аквариум… 90-45-45… То… Попробуйте травануть его уксусом… Уксусной эссенцией… А… Остальные власти… Да… Как бы… Не одно… Но… Шприцом-то можно… Аккуратно… Уксус… Как удобрение… Да… Стандартный аквариум… Уксусной… Можешь выйти с этого… Уксусной эссенцией… Я… Просрочилась… Уксусной эссенцией… Уксусная эссенцией… Уксусной эссенцией… была простая дать решенную воды нет то есть в принципе в два раза на но на крайней мере я так делаю и работает из просроченный сайдекс если остались плохие есть такой блок и пришел посмотрите у него все про сайдекс написано сергей кудряшов наверно видела пишет статьи на это было то что себя осматривать ой на самом деле это твое что так же как аллергия поджимали и набор да может быть она описывается открытия спаление земле и верхом как бы рекондах мердав не опознать миланды баночку дав нет вообще то есть у человека осматривали альтернатор по соответственно относиться а нормальный здоровый человек вот я открываю конец просто это кстати не буду на не мешать ну а в открытый аквариум сколько добавляется 2 до 20 миллилитров на 100 литров там вообще даже не чувствуется то есть запах сайдекса вообще нет добавляет не на людях она у меня . ужасно как бы и она четвитно то есть комнате где у меня по всей паре в одной комнате и она как бы реагирует и надо на них привечно это я говорю это как бы когда человек ну как бы проблем со здоровьем аллергия кашма где-то по нему любое удобрение молекулы целых да то есть это ну фактически что-то да просто химия в которой при этом надо относиться осторожно химия это да что он такой был как в первой партии и мне не понравилось что он перестает работать после вскрытия бутылки то есть я скрыла бутылочку вот как бы опустила одно внесение как бы умирает вообще практически все вышло при этом целое но второе то есть ну там месяц два три бутылочка постояла хоть она и годна как они пишут но практически она не работает после этого до куда ермала его пользоваться а вот а а из этого гостя это тот сайт волокаровой беги по штате кстати с уровень сайдекс это коммерческое название также есть есть календезин каждая компания какая какая выпускает у амана тоже есть фитон джит от этого от водорослей тоже хорошо действует че ты за состав на чем-то возглавь на что раз мы не смотрелся дорогой довольствием когда они это там получают я говорю извините литра 900 рублей это кто в макете в макете макете на логике пол литра 900 рублей нет 950 а как раз вчера это уже в ковеке играет как это было литр литр 950 это у нас на кой питере недавно выложили я нахкнулась я почитала я как мне тоже стало интересно чем он отвечает от сайдекса как же там видимо есть еще там есть еще да и ничего там нету нет именно об этом не помогать я вообще в принципе не могу об этом все вместе да мы все время проживаем про свет это много не бывает да в принципе любое освещение Т5 Т4 Т8 МГ светодиоды светодиоды наверное сейчас самая оптимальная потому что как и в Китае нужно заказать хорошо светодиоды с хорошей светоотдачей вкручивающиеся в патрон есть кстати Т8 лампы со светодиодами включается 220 вольт просто включается а внутри вот вот она как раз эта планка светодиодов вон светодиоды верхняя трубка обычная там два ряда светодиоды по-моему 1800 люмен на 6 миллиметров очень похожие лампы может быть даже это они и вот кто у юли был вечером на соседних домах весят на улице просто на улице да вот просто полуночарского идешь выходишь из юлиного художника например на этом доме весят вот эти вот здоровенные похожие сразу говорю чего это дело да не знаю что на мечтах в россии покупать бессмысленно потому что в россии дерьмо по завышенным ценам что китайские покупать лучше всего критика количество люмен количество люмен на ватт вот и все используется почему почему там в той же этом караути продается там светодиоды там это все дорогие светодиоды они как правило во всех магазинах дорогие тут по специализированным ну да я занимаюсь наружной рекламой мы используем светодиоды у нас есть поставщик который прожектор например у них очень качественно они из китая делают там качественно они 3 года работают но вот это все представлены светодиоды они очень дорого стоят сколько вот этот прожектор 30 баксов за 30 ватт вот какой конкретно вот нижний прожектор ну а сколько он проработает белые светодиоды очень сложно подобрать ну вот у меня 50 ватт диод вот сейчас работает скажу сколько проработает 50 ватт ну панель 50 ватт ну как это это диодик 50 ватт матрица там сколько 50 ватт 50 ватт 50 ватт на 50 ватт 50 тысяч часов это недостижимая цифра макмаре если если 10 часов в день это три тысячи часов в год но смысл то что они используют якобы что они используют 3 9 3 американский лучше как надо они а как их охлаждает они значит греть почему паша отвечал что греется смотрю они греют что сверху стоит кулер от этого кора два дуа с оборотами вентилятора побольше чем на кора два дуа да то есть там уже поднято напряжение не 12 вольт а 18 или что-то будет пропеллер параметры естественно вентилятор на марте будет работать светодиоды просто не в режиме работают светодиоды выходят из-за того что они могут перегреться если они будут работать больше 40 градусов или на них будет солнечный свет попадать они при 60 градусах очень быстро садятся у них сразу падение яркости он будет светиться он будет тусклым выгорание альминоформы который белый непосредственно покрыт пока долговременной статистики ни у кого нет то есть год-два использование нормально то есть в морских аквариумах у тарасенко освещается это диодами сколько 2008 2009 2010 4 года так что нормально аквариумы живут так что 4 года я думаю нам хватит за 30 баксов купить светодиод на будущее точно люминесцентные лампы вот приличные светоотдачи стоит 20-30 баксов за лампу так ну будет дешеветь это все относительно то конечно не но это лампы 220 которые включаются просто метр двадцать лампы на ватт 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 по факту по факту надо сравнивать конкретно оно надо они вот у меня светодиод сейчас скажу вот должен быть по рекламе 120 люмен на ватт то есть 50 ватт это 6000 люмен ну реально это или нереально я не могу сказать оценить можно словом что аппарат больше у светодиоды есть еще одно преимущество огромное направлено светом у мг тоже направлены свет но о мг все равно половина уходит вверх а у светодиода все не поэтому светодиод бьет намного сильнее чем мг то есть 50 ваттный светодиод освещает аквариум у меня ощущение что лучше чем 150 ваттный мг как рыбам ой как это растение это черт его знает сейчас нету сам написала свет много не бывает нет то что свет много не бывает это правильно по спектру по спектру да как по спектру какой-то желто-зеленым да это хайка блесен говорил на семинарах и поэтому джбл не хочет пока заниматься светодиодом что джбл не занимается просто это дорого поэтому возьмем светильник значит на метр двадцать аквариум который стоит под 1800 евро он освещает так что и красная трава и зеленая все растет и при этом ты можешь с пульта дистанционного управления просто сказать что я сегодня хочу 5000 кельвин завтра я хочу 7000 кельвин а кстати не баловство абсолютно абсолютно не баловство потому как аквариум смотрится по-разному в зависимости от того какие-то растения посадишь например если ты посадишь красную траву и поставишь 10000 кельвин она будет у тебя коричневая не красная да все упираются в кельвина и влюмина тем не менее эти все полезные фотоны вот эти вот точки в нам спектр все забывает про спектр это же самое главное нет конечно конечно можно фитолампы поставить и смотреть под фиолетовым светом конечно таким вот опять же я могу сказать что спектр не так то есть если освещение мало спектр да важен если освещение достаточно вот и спектр ребят дмитриевич выращивал траву на самых дешевых т5 лампах даже не 800 серия а 700 какая-то которая лампа стоит 50 рублей там до 504 ватные лампы там по 20 рублей купленная у него было а тоже как немного что 07 ватт на литр нет это у до никаких фитоламп ничего не надо это есть что как бы можно компенсировать большой 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 светодачей компенсировать спектр то есть либо ты покупаешь много дешевых ламп покупаешь не очень много но дорогих то есть греется лампа нужно поймать нужно поймать опять же а зачем разоряться на балла сезона и спектр заказать лампы китай уже на 220 вольт светодиодную красную и все учесть зачем при этом можно поставить лампу 4 200 кельн 5 7 и чередовать их как хочешь все никаких проблем если не хочется ты 5 вон пожалуйста лампа в обычный патрон вкручивающийся ура у моих родителей такие две лампы освещают кухню намного эффективнее чем эти энергосберегайки на порядок они тоже у нас это делают все это делают с патрончиком да просто да вон с патрончиком я хотела я хотела они продаются вон у нас домового вот 700 рублей вот такая вот лампочка сколько она стоит 700 на 700 ну а в России 700 на 700 рублей они плохие да но они стоят дорого да а в Китае 360 рублей лампочка а в Китае бесплатно доставляет так что вперед из песни кому надо лампочки вон пожалуйста в Китае попросить ко всем на ебэ лампам т8 т5 метрофиолетом что-то измечает метрофиолет который дает у нас лопаться и же пока есть у джебеля есть у джебеля есть да с пленочкой не знаю он выбирает вот этот ультрафиолетовая часть есть лампы которые убирают этот спектр не знаю по поводу того чтобы там ультрафиолет еще про ММГ говорили что ультрафиолет излучает но по моему насколько я понимаю через кварцевое стекло вообще не проходит ультрафиолет затронули вопрос ставили дешевые лампочки все бывали что там на 54 ватт выращивали вот и он использовал простые же лампы да кто ну вот Дима простые абсолютно островский самые дешевые лампы как известно все такие обычные лампы они не звучат этим они как бы плохие тоже часть ну не знаю как он что-то не было никаких проблем никаких то есть видать легкая рука не бывают такие загадочные ситуации помнишь у меня как росла при 30 ватт на литр и 45 самую высоту прекрасно росла причем когда я ее пересадила в те условия в которых она должна расти смотрите сейчас я вам просто расскажу почему вот это вот все чудеса происходят а чудеса происходят просто от того что растение не хватает питания свет это одно второе питание и третье температура вот эти три параметра вы регулируете и тогда у вас все будет получаться почему вот почему нету берите амановскую систему от и до всегда стопроцентный результат всегда стопроцентный результат нету вот этих вот провалов то есть возьми вот вот как он говорит первое второе третье четвертое пятое сделай вот так и у тебя будет стопроцентный результат у тебя будет лимонофила расти у тебя будет лосостигма расти у тебя будет все расти ну это тарасенко на своем себе да ну не знаю я все равно сейчас есть вещи которые нельзя объяснить иногда ну есть вещи вот у меня живет кубик он весь такой замечательный там такая чудная почвокровка мхи и все замечательное но там постоянная плена то есть он стоит один из ряда то есть вот ряд у меня сейчас скажу раз-два-три четыре-пять шесть аквариумов в ряд он стоит ну примерно по центру то есть на него не падает ни посторонний свет ну не паразит ни откуда то есть ставишь стерилизатор она уходит проходит неделя и опять улезает тарасенко то есть там очень много высших то есть под завязку выше и выше растут то есть там соответственно там питательный грунт ну как бы все там мощный свет но он такой же как вот в соседнем у него всегда растет ингредиент я не понимаю что мне с ним делать дальше сливать как бы то есть я не вижу стерилизатор это же выгодничная бракка да и его модели нет я его вложу я стою в стерилизатор два дня ее нет но мне надоело это такое чтурочка ну понятно то есть стоят туда уже постоянно стерилизатор хорошая вещь а стерилизатор внутренний появились ну они не настолько маленькие да на фильтр вешать стерилизатор все хорошее лучшее опять же светодиодные да не знаю светодиоды излучающие есть такие вот в любом случае всегда когда берется я не знаю вот денерли тоже хорошая система в принципе все то же самое вот делай по шагам один два три и у тебя в принципе будет хороший результат ну не забывай делать это это подмены воды да да все вот все вот все скейперские аквариумы которые занимают первые места я не знаю не все на амановских грунтах все ну не на амановских на гранулированных грунтах но это дальше сейчас значит не стоит забывать что СО2 это самый важный элемент питания то есть растения процентов на 20 по-моему состоят из углерода поэтому СО2 им просто жизненно необходим опять же свет температура питания вот в природе все очень хорошо в природе у нас речка то есть что-то постоянное либо там озеро ресурс питательных веществ он мал но он постоянен и стабилен да здесь у нас получается пики то у нас много то у нас ноль то у нас много то у нас ноль чем значит отсюда и сложность содержания то есть вот это вот создание балансов свет питания потому как то много соответственно это потребляется лишнее водоросли то у нас нету опять опять же водоросли и итог хуже растут растения и опять водоросли то есть вот баланс поэтому основная основная проблема это проблема все-таки с питанием как обеспечить стабильное питание более того что многие элементы они блокируют потребление друг друга то есть они взаимо исключающие то есть и пропорции да пропорции то есть есть блокировки то есть кальций магний то есть кальций блокирует потребление магния да железо марганец поэтому у нас может быть то есть мы в то же время растение без марганца не может усвоить железо да 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 то есть вот это вот вот это вот при этом большую часть этого всего мы не знаем да а при этом сколько оно потребляет мы не знаем мы можем только приблизительно судить об этом картошка если сделать не не можем потому что вообще нам надо будет тогда просто вместо аквариума содержать полностью лаборатория которая будет делать химический анализ воды просто постоянно поэтому проще всего менять воду и добавлять удобрения на ну как бы на передозирование да то есть чтобы в разовой и в перспективе не было передозировки вот и все а думая о том что мы растения потребляют все что мы дали все вот и все то есть легче всего так думать вот и меня менять воду значит тут немножко ну ладно это дальше скажу значит ну растения питаются ну корнями и листовой пластины думаю не надо это долго рассказывать это понятно папоротники через листовую пластину значит корневое питание не проблема вы можете всегда добавлять в землю в основном проблемы с растениями которые получают питание через листовую пластину то есть основная длинностибелька и папоротники в земельном аквариуме нормальных но все это можно говорить пока не попробовать омановские аквариумы в вот значит и и чуть дальше потом опять же скажу это то есть нам надо обеспечить стабильность питания и в себе чтобы всегда были микроэлементы в воде значит воду желательно как-то готовить потому как не знаю какая в питере вода вообще даже не проверял не задумывался проще поставить осмус убрать все да 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 убрать все а потом добавить все то что необходимо причем в нужных пропорции то есть в расчетных пропорций а не адовская система а адовская система нет он предлагает какую там осмус и значит туда добавляет то что какая вода московская она уже сбалансирована московская вода нет невская вода в отличие от московского планируем то есть она фактически уже осмос вот эти колебания межсезонные сколько лет растет и все время говорил ой да питере лейте из подкраны и я пришла к тому что в понедельник я иду покупаю осмус этот вопрос ради которого если сюда пришла как грубо говоря у осмоса есть проблемы у осмоса надо знать одну проблему он пропускает молекулы меньше воды горная кислота пропускаются которые добавляют на некоторых водопроводных и кроме того бытовые фильтры нельзя использовать потому что для стерилизации используется вот фосфорная кислота как вариант бытовые фильтры нельзя использовать все а почему все используют бытовые никто это не вообще не сдавался на смотря какой бытовой фильтр у меня тул нельзя а если ты покупаешь специальный фильтр для двойного осмоса понимаешь там еще я не говорю тоже ни у кого из нас не было никогда профессиональных космосов был профессиональный осмос только у Тарасенко который вообще помешан на этой водоочистке у нас 97 процентов очистки это достаточная очистка более того значит для того чтобы экономить воду сливную пережимали краны для того чтобы выход был не один к десяти а один к пяти то есть там легко там перекрывается то есть ставили ограничитель потока регулируемый и перекрывали кран то есть то есть давление возрастало и через осмос прокачивалось больше воды нормально ну степень очистки хуже сразу то есть там грубо говоря ты перекрыл кран ну в два раза хуже очистил ну в принципе достаточно для наших целей это достаточно только помнить о том что гор проходит вот самая сложная проблема гор недопробуйте невысокой нам нужны концентрации не больше миллиграмм на литр для растений гор гор в москве уже были случаи доподлинно известно что аквариум загибался из-за гор потому что то есть человек там решил досконально все-таки разобраться не в москве в подмосковье в красногорске водопровод приблизительно ПДК по гору то есть сдавал на анализы в лабораториях ПДК осмос убирает где-то процент 50 убирает этого бора но для растений это уже а плюс еще мы добавляем бор сверху и вот мы получаем результат то есть во всех во всех удобрениях есть бор он как микроэлемент точка роста да точка роста почему загибались точка роста вот ответ бор вот и осмос пропускал и вот это вот было самое то есть вот поэтому мы знаем что бор самый опасный элемент и если самому мешать удобрения без бора вот очень часто в осмосах ну бытовых которые мы в основном все используем в них качественно обычно постфильтр идет угольный нет я вот как бы углубилась в вопрос перед покупкой и там практически везде коллоидное серебро насколько оно готовит серебро в принципе как бы оно с учетом того что а тут с учетом того что мембраны бывают двух видов сейчас выскочила там оно стоит после мембраны это еще хуже вот я правильно и говорю что до мембраны наплевать угольный постфильтр обогащенный ионами серебра не знаю креветки не дохл не дохл не дохл не дохл поэтому сколько там серебра было а чертову фильтр он снимается и он кстати меняется раз в полгода так что через полгода эта игрушка за 500 рублей просто убирается и все в принципе не нужно можно просто после мембраны пошли фильтры которые делали в дубне физики ядерщики там там серебро не смывается за боком гейзель ну просто пример ну не знаю мне тоже в мэрлине тоже стоит постфильтр фильтр ну там как в общей а не там прифильтр брить с маловодородного типа вообще лучше выбирать конечно специализированные фильтры специальные фильтры лучше все системы для ну то есть не бытовые ну не знаю но мы все сидим мне кажется мембрана мембрана делается всего одной фирмы это то у нас там делает мембраны существует они все изготавливаются на одном и том же заводе все лицензии принадлежит одной фирмы которые одни рулончиком свернуты мембраны такого типа точно 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 мы мы сидим все на бытовых фильтрах лучше помола мерлина никто не придумал которая дает поток фактически онлайн 70 литров в час лучше никто ничего придумал а ну есть еще китайские еще лучше цена дешевле стоит порядка 12 тысяч на 400 галлонов в сутки 1600 литров в сутки для аквариума 2 с повышающей помпой с так и называется эро 400 стоят эти же то что мембраны китайские да они все там китайские мембраны лицензия принадлежит всего одной фирме все вот это актуально мембраны то есть 50 100 или 50 75 100 150 мембраны есть если мы маленьких мембранах они бывают разных размеров чем больше размер мембраны тем больше у нее выход мембраны 50 ну один раз один размер и разная скорость скорость выдачи воды соответственно больше дырки мембраны вот я спрашиваю сутки больше дырки меньше избирательных лучше меньше да лучше вот я и задумал лучше не знаю по мне так 150 бы вы продавали бы в свободном доступе я бы и 150 бы брал головы в сутки отлично меньше вы поймите что у вас меньше воды будет уходить унитаз у меня стоял 600 литровый аквариум который был подключен к космосу с протокой вы представляете сколько воды надо ну ну при примере мне не очень беспокоит расход воды то есть у меня объем не те а он будет беспокоить потому что то что они говорят один к пяти это нереально то есть на один литр мы пять валим в канализацию это нереально это при том что у вас вода будет 20 градусов подходить или 18 градусов входная вода 18 градусов при этом давление должно быть там сколько-то 8 атмосфер не помню точную цифру это очень нереальное давление даже не уверен что у меня вообще есть такой водопровод вот поэтому вы рассчитываете что у меня был расход то есть у меня был первый фильтр а то я сам засекал на 1 литр 30 литров уходила в канализацию ну вот я не очень хочу вас потом вот после этого то есть я так подумал я так подумал взял купил себе этот 560 АП который с повышающей компочкой у меня где-то там 1 к 15 получилось а потом еще потоп прижал и вот тебе 1 к 5 или 1 к 7 вот и все а потом можно дальше дорабатывать эту систему можно на выход одной мембраны поставить вход другой мембраны и эту воду то есть получается ну как бы на одну треть на одну четверть получается то есть слив одной мембраны заводится на вход в другой мембраны то есть две мембраны все аааа да 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 я первый раз про это услышала то есть из всех моих этих никто не сказал что половину если какая-то вода нет теперь самое главное добавляю уход нет мне кажется не очень большая не а кстати при том что я я честно говоря думал что счетчик не надо ставить мы счетчик поставили ну мы расходовали там тут 7 12 воды холодной это у нас никто не делал это не да ничего не больна это правда да что 12 тонн воды нормально при том что 600 литровый аквариум практически поглосуточно подключенный к осмосу да нормально 12 тонн может даже я даже не смотрел счетчик вообще как работает а восстанавливать осмос есть какие-то готовые варианты которые вот кроме ну как кроме как пойти купить соли отдельные готовые варианты там аквадур аквадур у них там новые аквадур да аквадур так называют и чего аквадар наверное по русски ну лучше я обозвали помочь я так поняла что основная болезнь что они все повышают гаш равных пропорций ну да на биатопе он туда поддую да 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 для них там она по моему соотношение другое зато так называются на сфер я поближе сказал чем 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 по повышению жесткость воды покажите да вообще зачем повышением жесткость воды скажите мне пожалуйста у них был биатоп это для них опять же кроме растений есть рыбы да мы должны думать о рыбах. Мне кажется, что лучше озвучиться не кутрица. Значит, по поводу креветок и рыбы. Берется то есть как мы делаем? 18 грамм на литр воды кальция, хлорида кальция. И 47 грамм на литр воды сульфата магния. Дедовскими. Нет, это делается раствор. Просто классика. Я сульфат магния добавлял. И значит по где-то по 1 мл на 100 литров это достаточно. Вот так и для креветок, и для всего. А балансе нужно не забывать и соль брать. А не химически чисто, а химически чистый для раствор. Ну то что, раствор. Опять же, это маразм. Нет, это не маразм. Это полный маразм. Можно соль брать любые. Вот для этих целей концентрации маленькие. Нет, для этих целей концентрации как раз большие. Для этих целей можно брать да хоть ну будет у тебя там не 47 грамм, не 48 грамм, но будет 50 грамм. Да плевать. Не, у меня во всех вот этих вот непонятного ряда, как я буду это все взвешивать, отмеривать. Я поэтому и спрашиваю, есть ли какие-то вот готовые производители, где я возьму мерную ложечку, отсыплю нужное количество, пускай она там будет плюс-минус. Один раз отмерить, потом ложками посмотреть сколько это ложек или миллилитров сколько это. Приблизительно. Да, проверку взять. Да, проверочку взять и жик, приблизительно. Все, все, вообще, вообще вот эту точность они не должно быть. Я по поводу вот этого как раз вопроса. Вот, космос. Вот, как раз Тарасенко на семинаре с этого начинал, я по-моему, даже опоздала и ее еще раз слышала. Что за, значит, продукт у него какой-то на основе глубинных морских вод? Ой, это Амановский, это все-все жидкие удобрения Амана, сделаны на основе губинных воду, восстанавливая это нормальный с помощью какой-то вот этой штуки. Что за продукт? Попробуем. 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 Нет, а это в рекламе Амана есть о том, что все их неудобрения Green Steve 1, Green Steve 2, Green Steve 3, Green Brighter, Light, Shade, они все на глубинных водах. То есть они, это жидкие удобрения. Он не восстанавливает осмосную воду. Никто не восстанавливает осмосную воду. Я просто попустила по этой... Никто не восстанавливает никогда осмосную воду. То есть просто нет в аквариуме осмоса. Осмос, чистый осмос и все. И вот они степы вот эти, да? Да, и эти степы. Либо самодельно... Ну, никто... Ну, то есть вот из нас реально никто степами никогда не пользовался. Ну, то есть степами хорошо пользуются. 20 литров, да, я там. Или там 180 литров. Дороговато выходит. Ну, не дороже, чем Гермалай. Ребят, вы тоже судите, потому что степ выходит по 500 миллилитров в 700 рублей. Ну, он там объяснял, что только один продукт, который вы один раз вскрыли, и все. Вы можете продавать банку. Это, по-моему, брать ли там один, который для реанимации пересаживали столько что растений. Он применяется меньше месяца. Потом можно продавать. Потому что они меньше, чем 500 миллилитров не продаются. А вам, например, мало надо, да? Ну, раз его применили, дальше степы следующие идут. Вот это, как он объяснял. Нет, значит, он троих. Ну, да, вот можно. Ну, это же система жидкая. Ладно, это давайте потом. Я просто по жидким удобрениям, если надо, по омановским, я вам расскажу. По продуктам. И за них жадостные. Жидкие, да, степ 1, степ 2, степ 3, и как их применять. Вот, ну, вот этот родоначальник этого осмоса, вот эта вот фирма, я не помню, как она, ПВЛ или Пантеч, по-моему, Пантеч. Так по медикам делать, да? А? По медикам делать. Нет, это американская фирма, которая лицензию на осмос вообще не имеет. Кто это все придумал? Кто это все придумал? Вообще придумали это все, как обычно в России, но... Но американцы лицензировали первые. Значит, субстрат, то есть вообще в растительном аквариуме это не грунт, а все-таки это субстрат, потому что это для растений, для питания растений, да, то есть это не просто декоративный песочек. Вот, то есть речной песок, кварц, питательные грусты системы, это типа Деннер или ДжБЛ, и гранулированные грунты, это вот та новинка, которая... Сниже, которая? Да, то есть... Вот он. Кварц, да, обычный зоолюкс, вот эти гранулированные грунты. Значит, любой из этих грунтов, в принципе, подходит для содержания растений. Зоолюкс не покрытый? Ничего. А я, кто его знает. Они любят покрывать все... Зоолюкс, я брал, черный, зоолюкс Африка выращивали, нормально все было. И здесь, вот этот вот нижний гранулированный субстрат, это то, что вниз кладется, а сверху просыпается? Нет, нет, смотрите, я сейчас все расскажу. Значит, на любом можно... Вот на речном песке, вот аквариум нормальный на речном песке, все растения, в принципе, идеально выглядящие, неудобен тем, что выделяет в воду карбонатную жесткость, повышает, причем повышает обычно по кальцию. Разве это не морская галька делает? А, она речная тоже делает хорошо. То есть, в принципе... Не имеет, и опять же, не имеет буфера. Самое главное, она не имеет буфера. То есть, это просто, можно сказать, практически нейтрально, если не брать карбонатную жесткость, которая повышается. Значит, буфер питательных веществ? Буфер питательных веществ. То есть, в ней ничего не содержится. То есть, она не может дать питательные вещества. Значит, кварц. Вот, пожалуйста, акваром и на кварце. Все нормально, прекрасно себя чувствует. Головной боли, содержания тоже хватает. Забыл удобрение влить. Все, растения покрылись белыми пятнами. То есть, все там пошло-поехало. То же самое. Грунтовой нагреватель. Бред сумасшедшего, потому как малоэффективен. Он настолько сильно повышает температуру, если вы не будете содержать дискуссов, то он вам ничем не поможет. А вот, кстати, Лабатов насчет этих самых грунтов говорил, что нужно только низковольтные использовать. Все остальные, а их только выпускают на Теннерли, вот можно купить, и Джи Бэй. Все остальное использовать это террариумные. То есть, их нельзя именно потому, что они очень повышают температуру воды. И как, если, например, эта подножка, и идет питательный вот этот наверх, и там могут быть возрастные, и все, что хочешь. Низковольтные, которые ты последний. Митрис ставил. Грунтовой нагреватель из Теннерли. Он у нее не включался никогда. Температура в аквариуме была уже и так под тридцатку. Вам дискуссов надо свержать? Дело в том, что он не нагревает практически воду. У меня стоит этот самый от Джи Би Эля. У меня нет там обогревателя. У меня температура, ну, где-то градуса 27. Но это не из-за грунта. Ну, просто вот такая вот лампа греет. У меня в другом вообще почти 30. Хотя там нет никакого обогревателя внизу. На грех от лампа идет больше, чем от грунтового этого кабеля, который стоит внизу. Поэтому нам надо, наоборот, избавляться от этого нагрева. Вообще максимально эффективно избавиться от нагрева. Но при этом когда вы поддержали движуху в грунте. А зачем движуху в грунте поддерживать? Он не свеживался и не закислялся. Но если у нас кварц, значит, могу сказать, что кварц с грунтовым нагревателем, который включен, был постоянно, так как дискуссия. Я акварим открытый, и температура 31 градус держалась. Он успешно слежался. Нет, вообще постоянно включится, только на ночь включается, не ошибаюсь. Сейчас же вот на контроллере, все, но... Кабель должен греть постоянно. Кабель греет постоянно, через все, все было заложено по правильной схеме. В конце концов, грунт слежался, то есть, вроде бы, как... А как это выглядит? Как это выглядит? Просто занимались кирпичи, которые были, которые не разбить было уже. А древности никакого там было? Да вот эти вот все. Сейчас... Вот это вот они ими, да? Да, ну, практически, только аквариум был. Сейчас уже у Джибель вышел, вышел кварц, они... То есть, при этом, посадка была такая, что там вообще, ну, просто... А толщина будет такая? На 600 литрах было 150 килограмм кварца. Ну, на 600, где-то 60... То есть, там вот так вот сначала было, то есть, вот так вот было у задней стенки сначала. А там... Потом это слежалось вот в такой вот... Доказывала, а то ли, в Тибелька, ну, что там, вот, не мрее, только с большими картами. Ну, а что это для себя? И за сколько это время это произошло? За год. За... ну, за полтора, что ли. С донным обогревателем совсем... Фигня это же все. Не... нехорошо это все. Не, ну, кстати, мне шуточек понравилось. У тебя дренажные тропы исправлять, кажется, это нечего. Достаточно большого смысла. Неизвращение, конечно, но в принципе, что-то вроде кухон закопать. Вот, вот это вот, вот, это все, гольновыдунки, китра, это все, уже все. Вот это вот, это называется изобретание как будто... Вот, значит, питательные грунты. Вот этот питательный слой, это Деннерли, Джи Билл, Тетра, Сера, все выпускают. В основном это песочек с торфиком. Да, или с чем-то там. Вот. Элос, кстати, тоже вот выпускает эти донные нагреватели. И у них тоже система рассчитана на донный нагреватель. Элосовская система тоже. Амана тоже выпускал донный нагреватель, отказался. Нет, у него было для донных нагревателей, отказался он. Аква-соил, самый известный представитель грунт-олегарных грунтов. То есть с него все началось. Вообще все началось с этого... С... Акадама. Грунт для... Да, бонсая. Вот. То есть все пошло оттуда, аманул совершенством это. И применил это в... То есть повысил стабильность грунта и применил в аквариуме. Вот он, грунт. Вот это, по-моему, Амазония. Шарики. Обычные скатанные шарики. Я сейчас могу показать. Я взял там немножко. Вот. Аквариумы... Но на питательный нужно тоже положить, да? То есть кварцем уже на питательный, а под кварцем нужно еще что-то положить. Смотрите, сейчас я буду рассказывать, какая система Амазона. Вообще это основной грунт. Это не питательный грунт. Непитательный. Непитательный. Это и не декоративный грунт. Это грунт, это субстрат для выращивания растений. Но это не питательный грунт. Непитательный субстрат. Вот. Значит... И ошибки. Значит... В чем преимущество субстрата Ада? В том, что он создает стабильность среды. То есть он имеет огромные буферные свойства. Все, что лишнее, он тут же в себя впитывает. Как буфка. Он впитывает в себя лишнее. При недостатке... Ну, можно, например, взять... Насыпать железо просто так. То есть даже не растворяя его так. И он же питает железо? Не, ну... В смысле железо я имею в виду какой-нибудь там глюконат железа, там, грубо говоря, так, посыпать. И при этом все ничего есть. Страшного не будет. Можно так... Ну, конечно, желательно не экспериментировать там до... До спринсов переизбытки каких-то... Переизбытки он нивелирует. С ним проблемы со мной если не будет недостатка. И не даст... А, недостатки он отдаёт. То, что он нивелировал, он отдаёт. Значит, у нас вот у всех была проблема. У Митрича в основном, так как он высокий любитель сложных растений, лето отпуск, он терял, ну, так, видов 10-15 на кварце. Сейчас этой проблемы нету. Можно спокойно оставлять аквариум, и он сам будет жить. Послушайте, вообще водоросли не должны быть от режима? Водоросли... От дисбаланса. От дисбаланса. От того... То есть, если мы включим свет на... 24 часа. 24 часа. А если мы поднимем температуру до 35 градусов, если мы зальём воду с КАШ, там, порядка 20... То есть, нельзя делать всё то, что убивает грунт. Убивает эти самые гранулы. Дисбаланс легко сделать. Посадите растения пальчиком. Вот вам дисбаланс. Моментальненький. А что за жизнь? Пинцетом. Только пинцетом. Это вот, что касается ады... Это любых гранулированных грунтов. А что происходит в этой паркете? М? Рассыпается. Грунт рассыпается, тут же моментально муч, и тут же моментально вам дисбаланс. Ну, Андрей, ну не все, как-то, не рассыпаются. Достаточно плохо. Ой, ещё надо... Приножите все, что-то там. Ну... Надо бы у них с собой принести. Нет. И потолочить. Ну, то есть, я не знаю, за все я не буду говорить. А, да, в смысле, амбрадец Амазония, значит, похрупче. Похрупче? Ну, значит, похрупче. Значит, похрупче. Покупаем гекс. Покупаем гекс. Покупаем гекс. Шучу, я шучу. Гексу свою, да. Ну вот, грунт. Аква-соил. Покупаем гекс. На память скажи. Покупенька. Вот, рассыпалось крупенькой. Да? Рассыпалось. Ногтями. Да, мне тоже не рассыпалось. Да. Пустите туда сумиков и получите дисбаланс по полной программе. Да. Роющих рыб. Да. Ага. Кстати, на упаковке написано, что нельзя пускать дома рыб. Да. А это инструкция к применению читайте. На упаковке написано, что нельзя жутку воду лить. Вот, опять же, да, растения, рыбы. Тебе кажется, что она не турист. Давайте здесь мальчик. Андрей, это не Амазония? Не Амазония, я африкана. Африкана, она подтверждена. Вначале, а после использования по этому? Никто не знает, подтверждена она или помягче. Слушай, а может быть, это в процессе намокания грамм совершенно по качеству получается? Ну, с водой... Короче, в любом случае, грунт... Гексов внешне, по крайней мере, намного равнее, круглее, и он другой. А мне нравится больше вот этот вид, потому что гексов все-таки слишком неестественно. А мне не нравится, чтобы вы такой грунт гексов обзываете. Так, ну, по-моему, у тебя. Давайте делаем перед... А давайте включим, Свет. 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 Амазония черная. Амазония черная, это африкана. А, это африкана. Конечно, она естественнее, но она беднее, чем Амазония. Она беднее.